Добрый день, коллеги. Я думаю, мы можем начинать. Сегодня у нас защита семестровых проектов второго семестра Технопарка. Студенты Технопарка, разбившиеся на команду в течение семестра делают проект совместно с, ну, вместе, в процессе обучения трем дисциплинам. Это фронт-энд разработки, углубленному программированию на Java и проектированию интерфейсов. Проект представляет из себя мультиплеерную игру в браузере. Вот. И сегодня команды покажут и расскажут, чего они достигли за этот семестр и продемонстрируют свои проекты. Вот. В зале присутствуют все преподаватели. Дополнительные гости. Это Станислав Туговиков, Александр Абашкин, Александр Богдашкин и Антон Гальцев. Это фронт-энд разработчики бизнес-юнита почтам.ру, именно самой почты. Ну, я вам о них рассказывал. Кроме этого, все преподаватели семестра, но с ними, я думаю, вы знакомы. Вот. Про регламент, вы знаете? Ну, я хотел сказать, во-первых, вы все большие молодцы, что дошли до этого дня и допустились такие до защиты. Я считаю, что у нас были в этом семестре очень сильные команды. Многие ребята сделали некоторые вещи, которые раньше никто не делал. Вот. Поэтому молодцы. Я прям очень доволен, как прошел семестр. Сейчас вы все будете по очереди сюда выходить. Просьба не стесняться, быть уверенными, показать все, что вы сделали. Ну, и еще просьба следить за временем, потому что у вас не так много его на всех. Старайтесь уложиться. Вот. На этом, наверное, у меня все. А у Толи есть еще одно объявление. Коллеги менторы в зале, пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши товарищи не шумели. Окей? А то иногда бывает такое, что начинают шуметь и ничего не слышно. Вот. И на этом у меня тоже все. Так что приглашаю первую команду. Список команд у вас всех есть? Поехали. На сцену приглашается BrainStorm. Добрый день. Мы команда BrainStorm. Я отвечала за фронт-энд. Меня зовут Нина. И мой коллега Саша Маккенди. Наш ментор Телышев Антон. И игра BubbleRise. Ну, игра у нас в жанре таймкиллера. Поэтому задача была сделать несложную игру, которая бы не напрягала мозг, а наоборот позволяла его расслабить. Задача простая. Нужно лопать пузыри, которые появляются на кубике. Не допустить, чтобы они стали слишком большими и получать за это очки. Сейчас продемонстрируем игру. И можете перейти по ссылке. BubbleRise XYZ. У нас предусмотрено два режима игры. Сейчас покажем синглплеер. Чтобы поиграть в мультиплеер, нужно зарегистрироваться. И появится возможность играть в мультиплеер. Набираем очки. Мультиплеер реализован в формате соревнования. То есть просто кто наберет больше очков. Вот, ну, можете зайти, да, поиграть. Также предусмотрена мобильная версия игры. И реализована оффлайн-версия. То есть вы можете зайти на мобильный и скачать на рабочий стол игру. Давай дальше следующий. Вот так можно скачать игру на рабочий стол на Android. И потом можно играть в синглплеер без интернета. И даже ваш результат сохранится. И при появлении интернета результат отправится на сервер. При разработке игры использовал библиотек 3.js. Для шаблонизации использовался пак. И для того, чтобы реализовать оффлайн-режим, использовали сервис-воркеры. Также для деплоя проекта мы использовали контейнеры докер. С одной проблемой мы столкнулись. Одна из проблем была в том, что я передавал кадры полностью, они полностью серверный снапшот. И Нена, собственно, не могла их успеть отрендерить. И из-за этого появлялись лаги. Вот. Было принято решение, что кадры немного разделяются и передаются только в тот момент, когда происходит некое изменение параметров ну, самой игры. То есть при возникновении каких-нибудь событий. там, не знаю, пользователь лопнул в шарик, либо, наоборот, когда у меня появляются шарики эти. Вот. Ну, и все. Ну, и также у нас есть вот эта технология, которая позволяет менять тему. Она заслужена в углу экрана. Так что... Вот так. Также здесь сделано так, что пока не прогрузятся все материалы на странице, пользователь ничего не видит, потому что раньше была проблема, что постепенно прогружается, это все некрасиво выглядит. Спасибо за внимание. А у нас следующая команда, и это Апош. Наша игра о приятной музыке и хороших шутках, и давайте перейдем к концепту, так как не все знают конкретно о том, что это такое, Апош зародился пушным. Это была изначальная идея пушного, использовалась в шоу «Хорошие шутки». Ну, просто упоминаем, чтобы не было там проблем с правами пользователями, вы знаете, правообладателей, все такое. Огромное спасибо тому пушному. Да, теперь как играть. Два игрока, одному игроку приходит песня, игрок номер один, он ее поет, его песня переворачивается, и эта запись приходит к игроку номер два, как можно заметить. Он поет перевернутую песню, то, что он спел, опять переворачивается, дается на прослушивание второму игроку, и он должен угадать исходную песню. То есть там как бы сломанный телефон получается. Да. В чем особенность? Почему мы решили взять ее и сделать, реализовать? Во-первых, что на самом деле нет аналогов. Мы смогли найти только приложение на App Store, которое для одного пользователя, а два пользователя — это вот с одного телефона, с одного девайса. То есть ты не можешь играть в это онлайн или звать друзей или что-то такое. А помимо прочего, игровая сервис, как видно, длится меньше пяти минут. Это очень удобно. Можно там довольно, можно в любом перерыве там взять и сыграть. Я думаю, это огромное преимущество. Давайте поиграем. Это сайт. Сейчас тоже зайдем. Так, я захожу в мультиплеер. Да, вот. Получилось так, что я тот игрок, который будет петь. Ну ладно. Так. Наверное, будет громко сейчас, но посмотрим. Нет, там, я что-то добавляю громко. Да? Вот, вот это нужно спеть. Ладно. Левая рука Смитер, правая рука Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Так, хорошо. Мы отправляем второму игроку вот этому. Это перевернутое то, что я спела, и он должен это повторить. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Как-то так. Ну пусть так, да? Посмотрим, что вышло. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Ну он особо не старался, но если попытаться, то будет все неплохо. Ну он имитирует, что он угадал песню, потому что там получилось. И давайте… Ему уже пришел результат, давайте тоже узнаем. Желание здоровья и забоелось бы. Да, в этом суть игры, да? Можете тоже поиграть. Ссылка, как уже говорилось. Вот, опожми. Да, а мы придем дальше. Как мы это разрабатывали? Во-первых, команда, да? Надо представиться. Я фронтенд-разработчик. Надежда. Это… Владимир. Тоже мой коллега. Мы вместе разрабатывали вот все, что там крутилось. И наш бэкендер. Я. Да. И еще отдельные благодарности нашим менторам. У нас их было два, потому что ментор номер один решился нам нужен ментор номер два. Во-первых, огромные благодарности Перескокова Владислава, ментор по фронтенду и Набокова Дениса, ментор по бэкенд-разработке. Да. Затем поговорим о фронте. Во-первых, сама игра… Давайте начнешь. Держи. Ну, соответственно, для игры нужен микрофон. Мы использовали в Габауте ВАПи. Получали микрофон, обрабатывали входящий поток, конвертировали в ВАВ-файл и запускали. Для отдачи статики сейчас используется Nginx, оттуда проксируется бэкенд. Да, помимо прочего, вся игровая логика, то есть переворачивание записи, и так далее, оно тоже реализовано как на фронте, так и на бэкенде. И там мы работали как раз-таки с ВАВ-форматами и заодно решили еще и сделать эквалайзер. То есть разбивали волны. Ну, в общем, это то, что когда ты проигрываешь, там вот такие вот… Ну, вы, надеюсь, знаете, что такое эквалайзер. Да. Помимо прочего, у нас есть автодеплой на тестовую продакшн-среду. Тестовая — это у нас Heroku. То есть если полрекрест идет на develop, то он автоматически деплоится на Heroku. и продакшн — это наш VPS-сервер. То, где мы сейчас сидели. Я вам скажу. А, ты уже скажу? Да. Ну, хорошо, ладно. Помимо прочего… Так, тут что-то… Ладно. Там не подгрузилась, но еще также расскажем, что разработку мы вели на GitHub, и вот наш ментор сказал нам, что очень удобный — это жира. И вот, да, и у нас более 70 закрытых issues. У нас, как видно, больше, чем 605 коммитов, 630 на данный момент. То есть вот мы активно вели разработку с помощью контроля версии в GitHub, и это было очень удобно. Всем советую. Да. По поводу бэкэнда. Ну, на бэкэнде мы подгружали аудиозапись из нашего плейлиста случайную и, ну, отправляли ее на фронтенд. А потом, ну, нам приходил ответ, и нам нужно было перевернуть данную аудиозапись. Ну, у нас вначале возникла проблема. Ну, когда мы отправляли запись, мы не могли ее корректно обработать, и было принято решение, ну, кодировать сообщение в Base64, ну, и отправлять. Вот. Ну, и, наверное, все. Да. Ну, помимо прочего, это спринт, я, вот все такое, да. На этом по поводу разработки мы заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, то мы готовы их выслушать. LastUnion. Добрый день. Мы команда LastUnion. Меня зовут Олег. Я был бэкэндером и админом. Обменил сервачок, настраивал, устанавливал Unreal Engine X. Фронтендом занимался Дмитрий, он же был дизайнером. И Саша был бэкэндером и фронтендером одновременно. Наша идея заключалась в создании бесконечного раннера, в который можно играть в метро, дома, во время перерыва. Вот. И задача игрока была не попасть на шипы, не попасться в лапы монстру и собрать как можно больше кристаллов. Мы сделали одиночную игру. У нас реализована возможность играть без интернета и у нас игра хорошо играется в браузере мобильном. Для управления игрой мы использовали клавиши WS. W клавиша реализует прыжок некроманта. S, чтобы некромант попрыгнулся. Вы можете зайти на сайт lastunion.ml и поиграть. здесь, ну, на видео показана сама игра, мы можем проиграть, можем собрать кристаллы, кристаллы добавляют очки. когда некромант, когда мусор подбираясь ближе к некроманту, некромант начинает материться. вот, ну, и, в принципе, все. Спасибо за внимание. Квартет. Всем привет. С вами команда Квартет. И, соответственно, в ней ее участники Кирилл, Вениамин, Влад и Артур. Немного о наших ролях в команде. Кирилл у нас представлен как гроза механики. Он бэкэндер, и он повелевает над всей злой игровой механикой, которая у нас собралась в одном очень большом коммите на 25 тысяч строк. Но мы об этом никому не скажем. Также у нас в команде я представляю из себя фуллстека, некого медиатора, который объединяет людей и делает всех счастливыми. Влад у нас занимался графикой. Мы назвали его бесшумным исполнителем. Не будем говорить по каким причинам. Но, в общем, он осваивал фронтенд. Вениамин у нас маг фронтенда, и он главный по части того, что должно отображаться и красиво выглядеть. Поэтому это наша команда. Так, теперь мы, как вы видите, на что мы потратили все свое время разработки. Ну да не будем о грустном. Теперь я передаю микрофон и слово Кириллу. Итак, мы разрабатывали ROG-like RPG. И, во-первых, хотелось бы вас спросить, как вы думаете, про что вообще жанр RPG, чем, что, чаще всего, можно найти в фичер-листах, в различных, скажем, в стиме или где-нибудь еще в другом магазине, смотря RPG-проекты. На самом деле это разные виды контента. Ну и RPG-то всегда про контент. И самое страшное, это про то, что он рано или поздно кончается. Рано или поздно игрок проходит все подземелья, рано или поздно он убивает самый крутой лут и задается вопросом, а что делать дальше. Поэтому контента хочется всегда много, но, как правило, чем больше контента, тем нужно больше времени, либо больше ресурсов на его разработку. Но у нас были вот такие вот ограничения. Четыре месяца на разработку проекта и всего один разработчик, который занимается механикой и ресурсной системой. В связи с этим мы выбрали в качестве ключевой фичи своего проекта процедурную генерацию контента. А именно, что мы генерили. Помимо более-менее стандартных генераций предметов, монстров, чуть менее стандартной и редко встречаемой генерации подземелий в настоящее время, мы еще дошли до того, что поведение монстров на самом деле тоже определяется процедурно. Ну и вот это циферки, которых нам удалось достичь на начальном этапе наполнения контентом. За счет фабрик. Ну и вот таких вот ресурсов в 10 тысяч створок JSON. Вокруг этой ключевой фичи и, соответственно, фабрики, которая все это генерила, мы построили архитектуру на Java. И основные моменты были в чем? Что когда мы начали анализировать сущности, которые присутствуют в игре, например, классы, персонажи, монстры, способности и так далее, мы выяснили, что целый ряд сущностей имеет ярко выраженные связи один ко многим. Попробуйте, например, представить, сколько игроков класса воин на каком-нибудь сервере в World of War. Поэтому если каждому игроку давать, скажем, класс в собственность, как отдельный инстанс, это получается очень большой вархитр ресурсом. Поэтому мы пришли к тому, что использовали патент Flyweight для таких объектов, у которых очень сильная связь один ко многим. Далее, как я уже говорил, поведение объекта на самом деле тоже наш ресурс. Он не сериализуется, но фактически он подгружается процедурно при генерации, скажем, монстра. Мы определяем, как он думает, как он ходит. И еще один момент, что матчмейки у нас происходит несколько более хитро. Мы не просто впихаем в одну группу персонажей, которые первые зарегистрировались, а делаем так, чтобы в каждой группе был одинаковый состав по ролям. То есть не может быть такого, что группа из четырех танков упадет на группу из четырех лекарей. В каждой группе обязательно есть один танк, один лекарь и два демочтилера. Ну и, как уже говорил Артур, наша гейм-механика вылилась вот в такой вот комит. Касаемо гейм-механики, когда мы разрабатывали это, было очень много интересных и сложных моментов. А самый, на мой взгляд, интересный был, когда мы разрабатывали искусственный интеллект. Задача стояла так. Вроде бы у монстра должен быть искусственный интеллект, и он должен думать, как ему ходить. Логично, что искусственный интеллект включает монстра. Но, чтобы он генерил его действия, искусственный интеллект должен знать, для кого он генерирует. Где этот монстр, сколько у него жизней, как далеко от него враги и так далее. Если сделать это в лоб, естественно, мы получим слишком дозависим. И на самом деле это послужило предкидным супором на пару вечеров, но все решило достаточно необычно, когда отошли от стандартных программистских понятий и немножко подумали на счет философии. И поняли, что на самом-то деле сознание живет несколько вне самой пушки монстра. Это так просыпается, когда монстр уже родился. Мы его подкладываем и рассказываем монстру, где он, кто он, кто его друзья, кто его враги и что делать. Итак, касаемо архитектуры и фичей, это, конечно, все очень здорово, но без дизайна мы бы не уехали далеко. И про дизайн нам расскажет Артур. Спасибо. О чем хотелось бы сказать в первую очередь? В первую очередь хотелось бы сказать о том, что мы не забыли про курс интерфейсов. И хотим выразить огромную благодарность, но это чуть позже. В общем, суть в том, что в нашем проекте было три редизайна. Я так понимаю, у каждого, наверное, в своем проекте был какой-то редизайн, но все, наверное, было не так плохо. По крайней мере, поначалу. Это был наш, наверное, первый прототип, который взорвал мозг всем моим коллегам. И все сказали, насколько это браузерка из 2000-х или 90-х. После этого я подумал, что из меня очень плохой дизайнер. И больше я этим не занимал. Но, тем не менее, у нас произошла вторая итерация. Дизайн у нас превратился в некоторый более мультяшный, с довольно прикольной графикой. И именно в игре мы планировали это сделать вот так. Это был наш прототип, который мы создавали тоже на курс интерфейсов. И вот мы представляли это себе так примерно до того, где-то за месяц до конца времени, который наположен на разработку, мы решили все заредизайнить. Все не просто так, потому что наша вот эта тяжелая процедурная генерация, очень большое количество логики. Мы подумали, что это повлечет за собой последствия, в том смысле, что повлечет за собой очень большое количество игроков, которые будут не столько казуальными, сколько хардкорными. И поэтому мы решили переделать стиль и посмотреть на свою игру немножко по-другому и сделать ее в более темных, но при этом на красочных тонах. Соответственно, без дизайна никуда, но дальше мы посмотрим, как это все-таки играется вживую. Геймплей. Итак, для теста мы зайдем на режим синглплеера. В принципе, вот ссылка на экране. Можете заходить, попробовать поиграть. Но на мобильных устройствах просьба поворачивать их в горизонтальный режим, чтобы это работало корректно. И так. Вот. Собственно, в чем получается наша механика. Игра у нас походовая. У каждого персонажа, в районе этот порядок ходов персонажей выстраивается по их инициативе. И у каждого персонажа на один ход есть два действия. Например, можно подойти поближе. Допустим, у нас есть маг, который может пульнуть Fireball. Вот. Соответственно, лекарю сейчас там делать нечего. Воину хочется подбирать поближе. Ну и покажем, что делают скелеты, поскольку наш синглплеерный режим, это по своей сути Hot Seed. Его можно подбирать вдвоем на одном телефоне. Или компьютерном. Вот. Собственно говоря, это основа нашей механики, которая лежит и в бэкэнде, потому что наши подземелья работают как совокупные сколы, которые меняются одна за другой. Карты генерируются динамически. То есть, если вы зайдете сейчас на пугу фейер, карта будет одна на другую. Пересположение стартовых юнитов также будет другая. Вот. И задача всегда это боя отряд на отряд, до тех пор, пока все члены одного отряда не погибнут. Таким образом, он потеряет победитель. В синглплеере у нас нет таких вещей, как очки опыта, лут и так далее. А в мультиплеере еще за победы выдаются очки опыта, лут и золото. И собирается некоторая статистика по игрокам. А именно, кто сколько убил, кто сколько побед в матчах вообще одержал и так далее. Что ж, в общем-то, на этом все с демонстрацией. Спасибо вам за внимание. И перед тем, как мы закончим, хотелось бы поблагодарить наших преподавателей курсов фронтенда, интерфейсов и джавы за помощь, понимание и подсказки в некоторых золототеках. А также хотелось бы сказать, что на самом деле очень много чего не случилось бы, если бы у нас не было пятого игрока в команде, а именно дизайнера. Нади Свойкина, это студент… Нади Васильева, это студент первого семестра технопарка. И сегодня вечером она тоже будет защищаться только по C++. Что ж, спасибо за внимание. Ждем ваших вопросов. Гвинтим. Всем привет. Мы команда Гвинтим. Вот это мы. Я Константин. Занимался бэкэндом. Ника с Пашей занимались фронтендом. Еще у нас Валерий в команде есть, но, к сожалению, он сегодня не с нами. Он помогал нам с дизайном. И наш ментор Александр Орел. Кто знает этого парня? Да, практически все его знают. Это Ведьмак. Очень крутая игра, особенно третья, в которой есть также своя мини-игра, которая называется Гвинт. Это карточная игра, собственно, в которую входят все герои, и не только этой игры из Ведьмака. Недавно ее сделали отдельно от Ведьмака, то есть ее можно скачать и играть, но, к сожалению, нет официальной браузерной версии. И мы решили восполнить этот пробел. Посмотрим, что у нас вышло. Ну, не будем голословны, сразу перейдем к игре. Можете переходить по ссылке. Вот, соответственно, в разделе about есть правила, но мы сейчас вам покажем на самой игре, как это происходит. Для начала надо выбрать колоду, за которую вы хотите сыграть. Здесь есть две колоды, монстр и нильфгард. Вот, выбираем колоду и видим игровое поле. Соответственно, три нижние линии – это ваши, три верхние линии – это соперника. Вы видите свои карты, у них есть в углу очки. Вы можете навести на карту, и она появится в более большом виде, и прочитаете описание к ней, и посмотреть, к какому отряду она относится. Всего есть три отряда. Ближний бой – это меч, дальний бой – это лук, и осадное орудие – это катапульта. Вот, соответственно, вы совершаете ход, просто кликая по карте, и она перемещается на линию. Вот, и в ответ ходит соперник. Суть игры в том, чтобы набрать максимальное количество очков, то есть очки суммируются, и когда вас устраивает на данный момент результат, вы нажимаете кнопку пас. Вот, в это время соперник может еще несколько сделать ходов, потом тоже нажать кнопку пас, и, соответственно, у того, кто… тот, кто наберет больше количества очков, тот побеждает в раунде. И игра идет до трех побед. Вот, так же хотелось поговорить о взаимодействии в команде. Как бы на товарища надейся, а сам не плашай, что говорится. То есть нужно и самому проявлять инициативу, и один в поле не воин. Как бы очень здорово то, что в технопарке наставят такие условия, что мы не сможем этот проект затащить в одиночку. И приходится работать с командой, находить какие-то пути решения, компромиссы и так далее. В то же время очень здорово то, что можно примерить на себя разные роли. И на фронте что-то сделать, и что-то по дизайну решить, какую-то задачу, и тестировщиком побыть, и продукт-менеджером, и кем угодно. Ну и также хочется оставить сообщение для следующих поколений. Выбирайте, во-первых, команду и подбирайте себе хорошего ментора, потому что хороший ментор – это залог успеха вашего проекта. Ну и хотели выразить благодарность всему технопарку, преподавателям, администраторам и, конечно же, нашим менторам. Всем спасибо. TD Team. Всем привет. Мы команда TD Team, и мы разрабатывали Tower Defense. Я Даня. Я работал над бэкэндом, над REST API, над игровой механикой, и на клиенте я занимался отрисовкой. Меня зовут Олег. Я работал над фронт-эндом, также работал над версткой, в том числе версткой. Занимался CI и дизайном. Также хотелось бы упинуть нашего ментора. Спасибо ему большое. Вот Никитин Лимов. В чем была наша идея? Мы хотели сделать небольшую приятную игру, где можно с кем-то вместе, с кем-то против злого компьютера побороться. В течение небольшого количества времени с теплой ламповой атмосферой мы решили, что Tower Defense для этого подходит идеально. И сейчас мы заценим, что у нас получилось. Да, начнем, наверное, с синглплеера. Как вы видите, у нас есть три вида башни и спрайтовая анимация монстриков. Сейчас Олег поставит башню и злобный монстр убит. Игра длится до тех пор, пока мы не проиграем. То есть она может длиться очень долго. Мы не очень хорошо проработали баланс, но вы поняли основную идею. Давайте посмотрим на мультиплеер. Нет, на мультиплеер мы не посмотрим, потому что я не залогинился на телефоне. И посмотрим на презентацию дальше. Перед тем, как разрабатывать игру, у нас были некоторые идеи, но все их мы не смогли реализовать. И про это расскажет Олег. Да, к сожалению, мы не все спирализовать. В то число входит процедура негенерируемой карты. То есть подразумевалось, что когда создается новая игровая сессия, путь от начала до конца генерировался случайно. И таким образом разнообразило бы эту игру. Затем мы, как нам кажется, сделали достаточно юзерфрендный интерфейс. В том числе это может подкрепить тем, что во время юзабилитетестирования мы собрали достаточно большое количество отзывов вот по этому поводу. Также нам очень хотелось добавить ачивки и чат, но мы не успели это сделать. Затем хотелось бы кратко поговорить о дизайне нашей игры. Здесь вы видите развитие нашей игры от прототипа до того, что мы сделали в самом конце. Как видите, мы достаточно уменьшили размер карты, переработали ее саму и добавили сайдбар с очками. А здесь вы можете увидеть меню нашей игры. В основном мы переработали цветовую гамму, чтобы она гармонировала с самой игрой. И я хотел передать слово Даниле, чтобы он рассказал о технической части. На клиенте сердцем нашей игры является Pixie.js. Он предоставляет нам средства для работы со спрайтами, с текстурами, с игровыми циклами. Все это мы оборачиваем в свои сервисы, которые в ходе главного игрового цикла и реализуют отрисовку или игру в оффлайне. Что касается серверной части, мы не смогли, не успели реализовать какие-то алгоритмы экстраполяции или интерполяции, поэтому мы рисуем все наивно. Вся логика считается на сервере. И из каких-то отличительных штук мы довольно активно пользуемся ресурсной системой. У нас много JSON-файликов, которые загружаются в код. Из них получаются классы. И хотелось бы отметить, что мы смогли реализовать честную балансировку нагрузки. Весь CPU на сервере используется максимально эффективно, ничего не простаивает. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. Panzer Elite. Всем привет. Меня зовут Рубен. Это мой друг Николай. И мы представляем команду Panzer Elite. Сегодня также присутствует наш ментор Денис. Все мы студенты кафедры U5, третий курс и однокрупники. Немного о игрушке. Все начиналось с того, что мы учились на подготовительных курсах и знали, что хотели сделать игру. Но идея пришла сама. Мы вспомнили про замечательную игрушку под названием Tank 1990. Идею мы не оставили. И сделали игрушку на плюсах с использованием OpenGL. Получилось вот такое. В первом семестре мы продолжили и сделали не очень сложный мультиплеер для нее. В этом семестре, долго не думая, решили ее немножко заапгрейдить. Из 2D сделали 2,5D игру. Пример 2,5D игры это Doom первый. И вы можете увидеть, что у нас получилось. Итак, сейчас мы покажем вам отрывок нашего геймплея. Для реализации 3D графики мы использовали 3GS. Скачивали коллада модели в формате DAE. И поскольку модель достаточно тяжелая, мы также реализовали лайт-версию игры без текстур. Сейчас вы видите мультиплеер, который подразумевает собой игру один на один до поражения. После того, как кто-то выигрывает, игроков кидают менюшку, после чего они могут начать новую катку. В игре вы видите, что присутствует несколько положений камеры для того, чтобы можно было прицелиться, найти противника и все в таком духе. Также вы видите элементы анимации на CSS, на S-CSS, всякие лоудеры, релоудеры и так далее. Синглплеер представляет собой режим типа туториала. Можно разобраться с управлением, посмотреть карту и вот так. Собственно, сейчас это все. Сейчас один из игроков выиграет. Наверное. На этом мы заканчиваем нашу презентацию. Слушаем ваши вопросы, критику, предложения. Cesar Team. В общем, добрый день. Мы команда Cesar Team. Меня зовут Половченко Вера. Это всего пупадык. Нам всегда нравилось играть в играх, где по мере прогресса в игре у тебя увеличиваются какие-то характеристики у персонажа. В данном случае мы занимаемся тем, что добываем какие-то полезные ископаемые. Не, на самом деле. Да, ну сейчас она реализована как монетки. И увеличиваем с каждым новым днем свои способности с возможностью все дальше и дальше докапываться до центра земли. Так выглядит наше меню. У нас есть два варианта игры для незарегистрированных пользователей оффлайн-версия и для зарегистрированных онлайн-версия. То есть у нас логика описана и на фронт-энде, и на бэк-энде. Это скриншот из игры. Видно, что игрок нашел монетку. Ну, он ее еще не собрал. Вот это анимация, где значок минус один означает потери энергии, потому что наш персонаж по мере работы, так сказать, тратит какую-то энергию. Можно собирать монетки, потом в конце рабочего дня можно открыть магазин и что-то улучшить. Также вот так выглядит наш магазин. Можно улучшить количество земли, которой за один раз можно выкопать энергию на день и радар. Радар нам нужен для того, чтобы видеть… Копать просто, ну, кликая мышкой в сторону того, куда хотим копать. Мышки? Ну, тогда просто дотыкать. А радар, если нажать на кнопку Е, то включится радар, он показывает монетки в радиусе видимости. Если мы сделаем улучшение радара, то радиус будет увеличиваться. Ну, и все, больше монеток можно будет видеть. Да, то есть сейчас можно смотреть, что радар у нас не показывает всю карту, только на каком-то радиусе. Можно подобывать монетки. Сейчас мы дойдем до магазина. Магазина. Ну, немного ускорю процесс, потыкаю куда угодно, просто чтобы быстрее закончилась энергия, и мы зашли в магазин. Вся логика самописная, поэтому она может быть не очень красивой. Вот у нас открылся магазин. Например, я увеличу радиус радара и способность… Я перерываю сейчас надо было лить, но да ладно. Сейчас мы подальше копнем. Начали новый день. При каждом новом дне у нас сервер заново определяет позицию бонусов, то есть их становится… они каждый раз рандомно появляются и по-разному. Теперь мы можем на большее количество расстояния одновременно бурить за счет того, что сделали такое улучшение. Ну, в принципе, это все. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотим выразить благодарность нашим преподавателям. Нам показался этот семестр очень интересным и полезным. Спасибо вам, что обучили нас. Добрый день. Мы команда Space Invasion. И для начала я хотел бы нас представить. Оля, Вася, фронтенд-разработчики нашей команды. Никита, в общем-то, тоже занимался фронтендом, а также по совместительству DevOps. И я, бэкэнд-разработчик нашей команды. Сейчас Оля расскажет об основной концепции нашей игры. Во-первых, наша игра – это реал-тайм игра, потому что всем нравится играть в динамические и быстрые игры. Во-вторых, это тайм-киллер. Это мы делали из-за того, что в основном сейчас у людей они не успевают читать большое описание игры и разбираться, как играть в игру. Поэтому мы сделали игру, зашел и начал играть. А еще в нашей игре есть элементы стратегии, потому что мы решили, что этот жанр не заслужено забыть людьми. И также мы хотели, чтобы в нашу игру было интересно играть просто. Я расскажу о сложности, с которыми мы столкнулись в процессе разработки. И вот первая сложность – это командное взаимодействие. В начале семестра у нас случались ситуации, когда одну и ту же задачу делало несколько человек. И решилось это стандартным способом. Мы использовали Task Tracker, Master Task. Синтегрировали его со Slack, с GitHub синтегрировали туда. В общем, синтегрировали все, что можно. И у нас вроде как пошло-поехало. Про пошло-поехало. Мы старались сделать красиво. Почему это было долго? Потому что мы сделали, кажется, три редизайна. Потратили много времени. Что получилось, то получилось. И мы пытались сделать хороший реалтайм, чтобы пользователи с медленными устройствами, с медленным интернетом где-нибудь в горах, могли с телефона поиграть в нашу игру. Как мы пытались этого добиться? Мы сделали на фронтенде интерполяцию происходящих с бэкэнда ответов. И максимально минимизировали протокол. То есть, вместо больших подробных джейсонов мы отправляем нечитаемый поток чиселок. И потом в нем разбираемся. теперь я расскажу о том, что было хорошо. Что у нас получилось? У нас получилось сделать на вот этом минималистичном протоколе довольно плавную игру. То есть, даже при очень медленном интернете и браузере Firefox у нас плавно играет. Да. Про затягивает. Вы сейчас увидите демонстрацию и увидите, что действительно интересно. Ну, нам точно интересно в нее играть. Вот. И у нас игра написана, как нам кажется, довольно архитектурной. И туда очень легко добавить новый режим, новый возможностей, ну, новый контроллер типа джойстика, например. VR можно туда впилить, в принципе. Тоже довольно просто. Вот. Новый режим отрисовки, то есть как-то так. Вот. Ну и про бэкэнд. У нас на бэкэнде хайповая технология, Kotlin используем. Вот. Ну, еще не было написано, но у нас есть немножко локализации. Сейчас Василий продемонстрирует игру. Давай, синглплеер. И вот Вася уже сразу начал строить башню. Получается не очень, но шансы победить еще есть. Напоминаю, что тебе нужно заложить бомбу на базе. Три. Вася молодец, и он выиграл. Ну, хотелось бы поблагодарить всех преподавателей технопарка за то, что помогали нам, за то, что смотрели все, что мы написали. Спасибо нашему ментору Егору. Он сегодня не пришел. Ну, и, конечно, спасибо всем другим командам за то, что тестировали наш проект, за то, что, в общем-то, давали тоже какие-то советы. Ну, и спасибо всем зрителям, кто сегодня пришел и послушал нас. Спасибо за внимание. Moonfaces. Добрый день. Мы команда Moonfaces. Когда-то нас было четверо, теперь нас двое. Один из нас не может сверстать квадрат, другой решает любые проблемы синглтоном. а еще двое у нас отвалились. Я как-то догадываюсь, почему. Создавая эту игру, нашу игру, мы вдохновились игрой жизни конвея и клеточными автоматами. И в итоге у нас получилась простая тактическая игра на двух игроков. И она уникальная. А теперь Moonface, который не может сверстать квадрат, расскажет вам про правила. Да. У нас есть поле, состоящее из клеток цветных и нецветных. Все, что может делать игрок, это выделить область и подтвердить выделение, нажав на кнопку конец хода. Так как у нас игрока два, они оба одновременно выделяют области и клетки, выделенные ими, обновляются, но не обновляется пресечение их выделений. Обновляются они по правилам игры жизни. Вот как раз их я сейчас опущу, потому что они немножко непонятные так вот на слух. Просто скажу, что в каждой клетке внутри есть точка, которая показывает состояние этой клетки, когда она обновится. То есть, соответственно, если в цветной клетке белый прямоугольничек, квадратик, точка, она умрет и наоборот. Ой. Сторона игрока, который… Ваша сторона всегда левая. И ваша цель получить в два раза больше цветных клеток, чем на стороне противника. Сделать это можно несколькими способами. И тут как раз начинается самое интересное. То есть, эти правила, они в итоге нам дают несколько тактик действий на каждый ход. Мы можем сделать по сути три разных действия. Мы можем либо задавать свои клетки, либо уничтожать клетки противника, либо мешать противнику. Потому что, как вы помните, обновляются, не обновляется в течение этих выделений. И мы этим можем пользоваться. Так. Сейчас мы покажем, как этим можно пользоваться. Да. Здесь можете поиграть в нашу игру. У нас работают код-коды. Но также мы покажем это и здесь. Да. Если будете играть в онлайне, вот у вас у нас есть список тестовых аккаунтов. У них пароль такой же, как логин. Только, пожалуйста, не заходите все по первому аааа, иначе оно все сломается. Заходите, пожалуйста, под разными. Что? Нет, можно зайти. Один человек может зайти, но два человека под одним. Тогда все сломается. нет, агентация работает, но просто так быстрее. Так, давайте мы сейчас покажем вам, как она работает. к нему не заходите, пожалуйста, это как раз moonface номер два. вот у нас, как видите, есть поле. Сейчас я его даже, может быть, увеличу, хотя нет, не смогу увеличить. Мне, как человеку, ой, так, мне, как человеку с левой стороны, например, выгодно выделить область. Так, как работают маки? Спасите, где мышка? Будем считать, что так. И заканчиваем ход. Противник что-то сделал, и, как видите, часть клеток я смог у него уничтожить, а часть не смог, потому что он выделил область тоже, потому что он догадывался, либо он видел, потому что он тут стоит рядом. Если, например, сейчас противник понимает, что ему выгодно выделить мою область, чтобы много клеток удалить моих, я могу сделать то же самое, выделить всю мою область, я пытаюсь, это сложно. Я не совместим с маками. Так, а ты вообще что выделил? Ничего не выделил? Чпок. Да, и так, таким образом я защитил свои клетки. Если бы противник понимал, что я сейчас это сделаю, и он бы не выделял, тогда бы я уничтожил свои бы клетки. Поэтому нужно думать на несколько ходов вперед, нужно как-то обманывать, думать хитро и так дальше. Так, ну на этом презентация окончена, можете задавать свои вопросы. Крэзи Кодерс. Крэзи Кодерс. Всем привет! Мы команда Крэзи Кодерс, и сегодня мы бы хотели вам рассказать про нашу игру Танки. Для тех, кто хочет поиграть в нее прямо сейчас, можете перейти по ссылке, которая указана на слайде. Прежде чем рассказывать про архитектурные особенности, я бы хотел бы рассказать про основные этапы при разработке игры. Первым этапом это была реализация сервисов авторизации и регистрации пользователя. В процессе работы над игрой мы пришли к выводу, что для пользователей удобнее будет, если будут режимы управления, и он сможет их поменять. То есть для пользователей, у которых есть мышка, они могут настроить и поиграть при помощи клавиатуры и мышки, а те, кто играет на ноутбуке, им удобнее будет играть только с помощью клавиатуры. Также пользователь в любой момент времени может зайти в таблицу лидеров и посмотреть свое текущее положение. В игре реализованы два режима. Это синглплеер, когда пользователь играет против ботов на какое-то определенное время, и также мультиплеер, о котором подробнее расскажет Дмитрий. Для того, чтобы попасть в мультиплеерную игру, пользователю необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим логином и паролем. В настройках игры пользователь может изменить управление в зависимости от того, удобно ли им играть с мышью либо без мышки. Когда мы попадаем в игру, мы видим, что здесь, мы оказываемся в центре событий и видим, что здесь идет оживленная война. В правом верхнем углу располагается таблица лидеров за текущую сессию. Хочу обратить внимание на то, что на карте расположены 6 точек респауна, и когда пользователя убивают, он возрождается на одной из них. В любой момент времени пользователь может покинуть игру. И в меню он может посмотреть свою статистику. В нашей игре используется множество фронтенд-технологий. Однако особенностью нашей игры является то, что мы используем движок Phaser, в котором есть отличная документация. Также большая часть нашего приложения написана на TypeScript, как альтернативы JavaScript. Используя в том числе данные технологии, мы уделили достаточное времени детальной проработке логики самой игры. Далее про архитектуру нашего сервера расскажет Антон. Архитектура нашего приложения выглядит следующим образом. Спереди стоит Nginx, настроенное HTTPS-соединение для отдачи статики и проксирования на бэкэнд. Хочу бы обратить внимание на то, как мы разворачиваем наш бэкэнд-сервер. Наша API поднимается в отдельном контейнере с настроенным окружением и переменной среды. Аналогичным образом поднимается и база в контейнере. Оба контейнера у нас управляются с помощью Docker Compose. Между контейнерами устанавливается внутренняя композовская сетка. Эта опция позволяет одному контейнеру видеть другой буквально по имени контейнера. И это дает нам некоторое удобство для настройки соединения между ними. В целом, Docker Compose дал нам большой прирост скорости разворачивания наше приложение, а также удобство при его управлении, мониторинге и отладки. И у нас на этом все. Прежде чем ответить на ваши вопросы, мы хотели поблагодарить всех преподавателей и всем спасибо за внимание. ЖИЕС. Всем добрый день. Мы команда ЖИЕС и проект, который мы делали в течение этого семестра называется Коридор. Идея этой игры у нас возникла благодаря настольной игре Коридор, то есть такая игра реально есть, ее можно купить в магазине. И правила мы взяли, ну именно этой игры, но реализовали ее веб-версию, потому что настольная игра это прикольная, но иногда нет возможности встретиться и поиграть в них вместе. А так мы сделали возможность поиграть в эту игру по интернету. Правила этой игры очень простые. У вас есть поле, похожее на шахматное поле, только вместо вот линий есть углубление, в которое можно вставить в стенки. И суть заключается в том, что за один ход игрок либо ходит вперед-назад, право-влево, либо ставит стенку, чем можно перегородить путь противнику. Выигрывает тот, кто дойдет первым до противоположной стороны поля. Вот участники нашей команды. Юрий отвечал за фронтенд, в частности за реализацию связи бэкэнда и фронтенда. Я Женя. Я отвечала за интерфейс, за верстку и за адаптацию под мобильные устройства. Сережа у нас тоже отвечал за фронтенд, он отвечал за игровую логику, графику. И Данил отвечал у нас за все, что связано с бэкэндом. Ну и сейчас давайте мы непосредственно перейдем к демонстрации нашей игры. Продемонстрируем работу нашей игры в мультиплеерном режиме. Один игрок будет, Сергей будет играть с компьютера, а Данил будет с телефона. Так мы еще и докажем, что у нас на мобилках все работает. Итак, Сергей логинится. Данил замагнился. И поехали. Как видите, у нас доступны два режима игры, но вот мы выбираем мультиплеер. Вот игровое поле мы... И вот сейчас ходит Сергей. Сергей, ходи. А, это не Сергей? Ну, тоже неплохо. А кто Артур? Напряженная работа ума прям чувствуется с двух сторон. Ну, как видите, пока особо никто не рвется вперед. Всем интересно протестировать. Видим, как это работает. Ага. Что-то задумали игроки у нас. Ну, значит, что где-то следующие две игры стенки вы ставить не сможете. Да, в будущем будет доступна возможность купить еще стенок у нас. И, наконец, финальный ход до победы. А, да. Ну, победила дружба. Возвращайся. Президентация. Теперь коротко о том, с помощью чего мы сделали, вот то, что вы сейчас увидели. мы решили, что мы будем модные и крутые и писали на TypeScript. те. Обезапно. Также, поскольку, ну, вы видели, что у нас 3D-игра, просто так руками это не сделаешь, поэтому мы использовали в библиотеку Babylon.js. Не столь, наверное, распространенная, как 3DS, но можно считать hipster. тестировали мы все при помощи Jest, а Deploy у нас на Docker-контейнерах. Это вот что касается фронтенда. Относительно бэкэнда вам сейчас подробнее все расскажет Даниил. Что касается бэкэнда, то используемый стейк-технологий он в принципе обычный, как у всех, то есть Spring, в качестве чтобы доиспользоваться в PassgreSQL. Что касается интересных вещей, то мы столкнулись с одной интересной задачей. В оригинальной игре нельзя ставить стенки так, чтобы полностью заблокировать хоть какому-либо игроку до финиша. И пришлось вспоминать дискретную математику, вспоминать теорию алгоритмов, графовую теорию. И я на бэкэнде использовал немного измененный алгоритм Мальгранжа. И оно даже работает. Спасибо вам за просмотр. Мы благодарим наших преподавателей, преподавателей этого курса за отзывчивость, за помощь. Также мы очень благодарны нашим менторам. Сергей Володин сейчас присутствует здесь. Команда 42. C-Battle. Точно. Всем добрый день. Мы команда C-Battle. И сегодня мы представляем вам нашу игру морской бой. В течение этого выступления мы расскажем вам о идее нашей, о том, как мы реализовали и что у нас получилось. Меня зовут Женя. Это мои два напарника Влад и Михаил. И еще должен присутствовать один человек, но к сожалению или к счастью он сегодня играет в новогодние сказки. Перейдем к идее нашего проекта и я передаю слово моему напарнику. Всем привет. Вообще наша идея была создать соревновательный мультиплеер, в который каждый мог бы зайти и сразу начать играть без предварительной подготовки или изучения пятистраничных мануалов. Сами мы небольшие специалисты в разработке гейммеханик, поэтому было принято решение посмотреть на какие-то известные всем игры и разработать, реализовать такую, которая бы давала наиболее приятный игровой опыт. Наш выбор пал на морской бой, поскольку у нее очень простые правила, которые наверное каждый из вас знает, но при этом эти правила позволяют использовать большое количество игровых тактик каких-то и каждый бой проходит непредсказуемо. Передаю слово Жене. Не забывайте переходить по ссылке вон она внизу sbattle.ru сейчас я вам расскажу немного о нашей команде. Вначале хочу поблагодарить нашего ментора Никиту. Он нам очень сильно помог. Мне по крайней мере точно очень сильно помог. Мне за это стыдно. В общем фронтенд. Это тот самый Саша, который сейчас играет сказки и собственно я. Я занимался игровой механикой на фронтенде и в принципе практически всем, что связано с игрой, а также транспортировкой между фронтендом и бэкэндом. Саша спроектировал архитектуру нашей игры и все архитектурные решения принадлежат ему. Сейчас о бэкэнде расскажет мой коллега Влад. Всем привет. Мы с Мишей занимались бэкэндом и помимо того, что мы освоили за этот семестр Java, Spring, запилили бота, который отправляет на дно казуалов. Мы еще неплохо научились работать в команде. То есть в начале семестра мы особо не взаимодействовали. Каждый пилил свой большой кусок кода. Тоже к концу семестра мы стали единым механизмом. Мы декомпозировали задачи на очень маленькие. После каждого какомита сразу отправляли отчет напарнику и это позволило нам в конце семестра во время жестких учебных дней править оперативно баги друг другу и допиливать код. Ну и слово я передаю Жене. Переходим по ссылочке. Она доступна, надеюсь. Теперь я немного расскажу о прогрессии нашей игры. Сначала это выглядело так. Ну сразу видно, что в это не очень приятно играть, это неотзывчивый интерфейс, это желтое поле, как будто кто-то вылил кофе на игру. Потом нам пришла идея это все переделать. И вот что у нас вышло. Сразу видно, что есть изменения. мы добавили новый фон. Так, видно, что прогресс налицо. Это всем понятно, так что идем дальше. Собственно, сейчас мы сыграем в нашу игру. вот собственно меню нашей игры и мы можем нажать на старт гейм и доступна быстрая игра. Если мы нажмем на быструю игру, то мы попадем в мультиплеер. Если нет интернета и мы нажмем на быструю игру, то мы попадем в синглплеер. Так, вот видно, что я нашел игрока. Это мой сокомандник, который сейчас играет с мобильного телефона со мной. Давайте будем расставлять кораблики. Так. Но так как времени мало, мы воспользуемся рандомной расстановкой кораблей и мы видим, что мы играем за клона. Слушай, нет, ты не со мной играешь. А, я играю не с тобой. Отлично. А кто у нас клон труппер с а 62? Никто? Может, моя мама играет? Ну ладно. Кто-то нажал на быстрый игру. Не, она просто интересовалась и просила ссылку, поэтому все возможно. Сейчас мы узнаем. Так, мы видим, что сейчас ход противника. Воу, это очень сильно. я знаю, где твои корабли. Это не сейчас. Так, мне что-то кажется, что это один из них. Так, признавайтесь. Ну ладно, давайте ну дайте мне сходить. Ура, мой ход. Мы видим, что поле вокруг кораблей автоматически закрашивается. Это сделано, чтобы человек понимал, что туда не надо стрелять. И если о, мой ход, ура, может я сейчас попаду. О, видно, что я попал по кораблю и он стал желтеньким. Я промазал. В общем, ну давай, кто тут играет, добивай меня и пойдем дальше. А, ну да, мой ход, извиняюсь. Так, кто это сказал? О, отлично, может я даже сейчас убью. Нет. Также мы реализовали три режима игры. Это мультиплеер, в который мы сейчас, о, ну ладно, в который мы сейчас и играем. Также, если у нас нет интернета, то мы зайдем в игру против легкого бота. Если мы зарегистрируемся, там будет на выбор два бота. Либо легкая сложность, либо сложная сложность. в общем, бот будет сложный и, ну в общем, я ему проигрываю достаточно часто. Так, если у кого-то есть вопросы, мы их ждем. и команда 42. Мы команда 42 и я Кучин Андрей. Я занимался фронтендом интерфейсом, всем взаимодействием. Это Даня Котельников, он занимался игровой механикой на фронтенде и самой игрой. Это Артур, он занимался бэкэндом, джавой, игровой механикой. В общем, человек, швейцарский нож на бэкэнде. Также наш ментор, он нам сильно помогал. Это Пешков Сергей, возможно, он где-то здесь. Нет, он не пришел. Ну ладно. В общем, с чего все началось? Мы нам дали задание придумать какую-то игру, ее реализовать на фронтенде, связать с бэкэндом. Мы сразу начали думать, а что же нам запилить-то. Мы хотели что-то уникальное, посмотрели, конечно, на старые игры, нашли классную игрушку Крэйон Физикс, возможно, кто-то играл, я играл, например, кто-нибудь еще играл, есть руки. Но мы подумали, посмотрели их аналоги, подумали, у них есть один недостаток, в них нельзя играть вместе с кем-нибудь еще. Поэтому мы решили лишить их этого недостатка и создали свой продукт. Мы сделали игру-головоломку с уровнями различной сложности. Наша игра отлично подойдет для тех, кто любит пораскинуть мозгами. Ребят, можете вечером прийти, посидеть, отдохнуть, подумать, немножко порешать головоломки. Цели наших игровых уровней это выстроить физические объекты так, чтобы довести одну цель до другой цели, например, шарик, чтобы попал в корзинку. Давайте я это сейчас наглядно вам продемонстрирую. для того, чтобы быстро начать играть в нашу игру, мы запилили уаут, то есть можно залогиниться с помощью контакта. Анатолий, мы воспользовались твоим контактом немного. спасибо. Заходи на первый уровень. Вот мы нажимаем, выбрали первый уровень и ждем. Ну, ждали оппонента. Даня. Нет. Кто-то зашел под тест один. Хорошо. Давайте сыграем. Нам надо закинуть вот этот вот шарик вот в эту вот корзиночку. Сделать это. я поставлю вот так вот, чтобы наверняка потом нажать кнопочку старт. Это будет означать то, что вы готовы. Кажется, я заруинил нашу игру. Ну, ладно. сейчас нам покажут то, что мы проиграли по истечению таймера. Как видите, у нас есть таймер. За это время нам надо загнать шарик в корзинку. Мы проиграли. Обидно. Ладно. Продолжим. Что же у нас все-таки получилось? Об этом нам расскажет Даня. Давайте вам скажу про то, что у нас получилось. Ну, во-первых, какие режимы игры у нас есть? У нас есть онлайн режим, в котором поддерживается мультиплеерная игра и одиночная игра. Мультиплеерная игра это просто карта, в которой могут принимать участие несколько игроков. То есть несколько игроков расставляют свои тела. И одиночная игра это когда карта для одного игрока и только один игрок расставляет тела и запускает игру. Собственно одиночная игра также предусмотрена в оффлайн режиме. Какие фишки есть в нашей игре? Ну, во-первых, мы запилили регистрацию с помощью контакта. То есть будет удобно, человеку не нужно регистрироваться, используя свою почту и запоминай какой-то пароль. То есть удобно, быстро. Ну, во-вторых, вот Андрей запилил очень крутую фоновую музыку. То есть в нашей игре есть музыка, просто мы отключили, чтобы она вас не особо напрягала здесь. И еще смысл нашего мультиплеера в том, что игроки играют не против друг друга, то есть кто выиграл, кто проиграл, а игроки работают в команде. То есть если один человек сделал хорошо, а второй человек сделал плохо, то они оба проиграли. То есть победа зависит от обоих игроков. так давайте еще расскажу про наши планы на будущее. Что мы успели сделать и что мы не успели сделать. Мы хотели сделать очень крутой редактор карт для того, чтобы любой человек мог зайти и создать свою карту, используя какие-то либо уже заготовленные объекты специальные, либо сделать какие-то свои кастомные объекты. Да, мы хотели сделать побольше, но так как основное время занимало тестирование всего вот этого, поэтому мы не особо много успели карт сделать. Да, различные физические плюшки, собственно, к чему мы стремились. Ну, так как в играх, также, допустим, в том же краем, там просто мы рисуем какой-то объект и собственно он падает, да, и отталкивается. Мы хотели запилить, например, инверсию гравитации, когда у нас гравитация могла меняться например, вверх или там вообще находиться под каким-то углом. Еще мы тоже хотели запилить классные разнообразные объекты. Ну, собственно, прототипы этих объектов, они уже есть, просто они еще не добавлены в игру. Там, например, пружина, какие-то детали, которые обладают пружинищими свойствами, веревки, с помощью которых соединяются тела, и прочие тоже крутые штуки. Ну, соответственно, карты рассчитаны на трех и четырех игроков. Это не так сложно добавить, просто мы пока это не делали. То есть в нашу игру можно будет играть не только вдвоем, но еще вдвоем и четвером. И сейчас, да, Артур расскажет про то, с какими проблемами мы столкнулись во время выполнения, во время создания нашей игры. Здравствуйте. Для начала хотел бы сказать о том, что мой коллега уже сказал, что мы сделали регистрацию через ВКонтакте, социальную сеть, и там тоже у нас были проблемы. Изначально я пытался сделать это через встроенные спринговые фишки, но у меня это не получилось, там какие-то проблемы возникали, и мне пришлось использовать ВКшную опишку. К счастью, там очень хорошая Java опишка, и с помощью нее все получилось нормально. Как тут переключать? Право на право. Первая проблема это один кадр. Так непонятно, но я сейчас объясню. Изначально мы с фронта просто во время симуляции физической слали кадры, свои снэпшоты на сервер. И признаком окончания карты являлось то, чтобы номер кадра снэпшота, который отправляет фронт, должен совпадать с номером последнего снэпшота на сервере. Но почему-то все время оказывалось так, что на один кадр меньше на фронте. Почему-то все останавливалось и все. мы решили тем, что оказалось почему-то на фронте толщина пола была на пару пикселей больше, чем нужно. Но мы это решили. Не буду затягивать слишком. Потом оказалось так, что на один кадр больше почему-то стало слаться и другие проблемы. Но эту проблему тоже решили. Не буду рассказывать какими методами. Это неприлично. Так, одержимая корзина. Что это? Это когда мы уже занялись тем, чтобы скейлить, ресайзить наше окно. Потому что изначально мы тестили все на одном и том же размере нашего окна, браузера. А потом занялись адаптивностью. И получалось так, что мы выстроили объекты, разрезайзили, уменьшили окно браузера и получалось, что в начале симуляции корзина вдруг подпрыгивала вверх и начинала дрожать просто в воздухе, будто кто-то вселился в них. Оказалось, что просто мы скейлили отображение, а настоящий физический объект, который потом создавались кстати с помощью библиотеки Box 2D, они не скейлились. Поэтому настоящая корзина была больше, чем ее отображение. Фантомные палки это практически то же самое, просто во время симуляции шарик падал и отскакивал раньше, чем нужно, и как будто осмотлся просто. Ну это то же самое. Мы это все пофиксили. Вот как мы это пофиксили. Альтерировано. Вот этот слайд я вставил, потому что если кто-то наверное уже зашел в игру или заходит зайти, могут встретиться с неприятными багами. Например, выбрали карту, зашли, а там вообще все объекты белые и нельзя двигать. Это какой-то непонятный баг на фронте, с которым мы не смогли пока справиться из-за недостатка времени. Ну просто нужно перезагрузить страницу и все исправляется. Кабризная авторизация это то, что мы когда только входим на наш сайт, проверяется, мы залогинены или нет, сервер отвечает, что мы не залогинены, а перенаправляет на страницу авторизации, там вводим данные и нам сервер отвечает, что мы уже авторизованы. То есть мы как бы сначала нам говорят, что мы не авторизованы, нам нужно залогиниться, мы залогинимся, он говорит, что нет, вы уже авторизованы. И вот с этим Мы тоже до сих пор не справились. Какая-то непонятная проблема. Нужно почистить куки и заново зайти. Так, ну вот наша ссылка. И, кстати, вот плюшка такая. Кто пройдет уровень криспи мод, там вот у нас шоколадка. В принципе, мы готовы слушать ваши вопросы. Команда Чан, пожалуйста. Здравствуйте. Мы команда Чан и ее представители. Начнем с фронтенда. Я Игорь Дружинин. Мои коллеги Андрей Савосин и Дмитрий Трубников. Бэкэнд. Дмитрий Трубников и пару коммитов от Андрея Савосина. Дмитрий и Андрей занимались игровой частью на фронтенде. Я занимался... Самим фронтендом в целом. Итак, у нас встал вопрос сначала, какую делать игру. Мы решили, что с точки зрения реализации будет легче сделать пошаговую игру. И первое, что приходит, это какие-то настольные игры. Самое простое, что есть, это шахматы. Есть люди, которые никогда не знают правил шахматы и не умеют в них играть. Это игра для вас. В общем, в чем проблема в шахматах? Сложные правила. Могут играть только два игрока, все остальные вынуждены на это смотреть. Или происходят какие-то непонятные вещи. Но мы знаем выход. Не этот. Все помнят, наверное, нашу предзащиту. Этот слайд нужен для того, чтобы показать, с чего мы начинали и куда мы пришли. Ну, собственно, чтобы не быть голословным, давайте сразу перейдем к игре. Потому что у нас есть много, что показать. Кому-нибудь нужен слайд, чтобы ссылку перебить? Нет? Ну ладно. Дмитрий. А, все в порядке. Итак. Ключевой темой хотелось, с которой вы начали. Ну да, во-первых, с регистрации. Какой-то вопрос? Мы, к сожалению, очень ответственно подошли к процессу оптимизации. Вот, поэтому, к сожалению, весит или сколько ждать? Итак, мы зарегистрировались. И теперь ключевой фишкой у нас является наличие музыки. Музыку можно выключить, что удобно, но это не все. Я решил, что музыка, одна композиция, это слишком уныло, поэтому мы добавили сюда плеер. Далее. Была проблема, что, например, когда вы оставляете музыку, ставите ее на паузу и обновляете страницу, то она, к сожалению, продолжает играть. Несмотря на то, что вы выключили звук, это начинает жутко раздражать. Поэтому добавили возможность обновлять страницу и сохранять все пользовательские настройки, которые есть. Как вы видите, остается та же самая композиция на том же самом месте. Давайте обновим еще раз. Но возникла одна ситуация, когда я случайно продублировал вкладку, и у меня началась жуткая какофония. Давайте создадим дубликат. Двумя пальцами. Как видите, в соседней вкладке передается управление над музыкой, и музыка не дублируется, музыка высвеживается только в активной вкладке с того же самого момента, с которого она была открыта в предыдущей. То есть у нас присутствует синхронизация между вкладками, таким образом у вас все время будет играть текущая композиция, и если вы решили перейти в предыдущую вкладку, музыка продолжает играть на том же самом моменте. Если вы закроете вкладку, то она передается опять в активную вкладку. Если вы, соответственно, здесь также поставите на паузу и откроете еще один дубликат, то таким же образом управление передастся в соседнюю вкладку, и музыка будет стоять на паузе. Как-то так. Но поскольку мы все-таки учимся в проекте подопечному к мэйлу, а мэл это все-таки коммерческая корпорация, то мы подошли к вопросу ответственно и решили делать все-таки полезные вещи. Сейчас, подождите. Ну да, такое. Ладно, не будем о грустном. У коллег с интерфейсом, в том числе, была претензия по поводу того, что у нас… Ты выключил ее что ли? Была претензия в том, что у нас нет кнопки темы, и мы решили ее все-таки сделать. Есть громкость? Хорошо. Мы специально сделали ее красной, чтобы было понятно, что на нее не надо нажимать. Мы решили, что достаточно доходчивая инструкция, что надо делать с этой кнопкой, но поскольку не для всех… Ну и тема, как видите, все-таки меняется. Давайте вернемся обратно. Итак, собственно… Я случайно разлагинился. Дальше у нас все взаимодействие происходит в игре через лобби. Об этом месте вам расскажет Дмитрий. Да, я думаю, хватит слов… Может микрофон? Он стреляет. Хватит слов об нашей верстке, музыке, и надо перейти к игре. В игре у нас есть три режима. Это offline single player, online single player и online multiplayer. Естественно, основная работа легла на online multiplayer, и давайте мы его сейчас покажем. Собственно… Игорь мне поможет зарегистрироваться, а я буду рассказывать. Мультиплеер у нас разделен на две логические части, и одна из основных наших, мы считаем, киллер фич, то, что у нас есть лобби. Что такое лобби? Это список из игр, которые готовятся. И что если ты хочешь вдруг поиграть с другом, вам не нужно пытаться одновременно зайти и надеяться, что сервер вас кинет в одну комнату. Любой зарегистрированный игрок может создать новую комнату, любой зарегистрированный игрок может присоединиться к уже существующим комнатам. Собственно, если кто-то зашел, может, пожалуйста, к Игорю зайти. Есть у нас кто-нибудь? Игорь сейчас создаст комнату, и зайдите к нему кто-нибудь, пожалуйста. Отлично. В комнате у нас есть пати-лидер, соответственно, хозяин комнаты. Он, пока игра не началась, царь и бог. Соответственно, он может кикать кого-нибудь. Босс это кто? Ну, кого-нибудь кикнуть может. Может добавить ботов. Ботов у нас 3 левела. Соответственно, самый… Ну, главное там… Преподов не кикай. Уже. Собственно, еще одна заморочку. Что делать, если хозяин игры решил выйти? У нас было 2 решения такой проблемы. Мудрое решение сносить комнату абсолютно и опрометчивое решение пытаться передать пати-лидера кому-то другому. Почему первое решение было мудрым? Потому что мы это поняли, когда фиксили уже пятый баг по счету. Но тем не менее мы это сделали, и если Игорь сейчас выйдет, то управление кому-то передастся. Боссу передалось. И он сейчас может начать игру. Заходи к боссу. И кто босс, будьте добры. Начните… А, секунду. Да, создавай игру заново. Если кто-то следил за нашим проектом, то он знал то, что примерно 2-3 семестра мы позиционировали нашу игру как 2D плоскую игру. Это было ужасно. И после 3-го РК нас мотивировал и вдохновил один человек, а именно Александр Тельдюков… Алексей Тельдюков, прости. Леша Тельдюков. Он к нам подошел и сказал такие слова. Ребята, не делайте 3D игру. У вас не получится. Но тем не менее мы ее все равно сделали. И сейчас об этом расскажет наш геймдизайнер, груд-разработчик Андрей Савосин. Начинаем игру. Всем привет. Мы для создания нашей игры использовали библиотеку 3GS. Изначально она была со стандартными моделями, с конусами, с разноцветными. Но это не очень интересно. И когда игра наша стала уже рабочей, мы задумались о моделях. Стандартным средством 3GS загружать модели очень сложно. Для каждой нужен свой лодер. Это очень неудобно. И тогда мы написали свой класс-обертку, который может универсально и асинхронно загружать любые модели. Коротко о правилах. У нас есть поле, на нем фигурки. И ваша цель захватить как можно больше клеток на этом поле. Для этого вы можете сходить рядом с собой, и тогда ваша фигурка дублируется. Или вы можете сходить через клетку, и тогда она переместится туда. Если вокруг вашей фигурки окажутся фигурки противника, то они станут точно такими же, как и вы. Для этого вы должны нажать на свою фигурку и затем на выделенную клетку. Вот в игре есть таймер, и если вы не успеваете сходить, то бот сходит за вас. Да, теперь за игрой будет ходить бот, и игроки не выйдут из игры, если один кто-то вышел. Нет. Не вышел. Музыка! Ну, естественно, у нас есть оффлайн-режим. Давайте быстро в него сыбираем. Здесь мы можем выбрать уровень бота. Давайте выберем самого слабого. Только задача стоит в том, чтобы его выиграть, потому что у нас есть еще одна киллер-фича. На этот вопрос вам ответит Андрей. На разных компьютерах, на разных устройствах, в разных браузерах, на разных скоростях мы пытались подобрать какое-то оптимальное значение. Итак, позвольте, я подмонстрирую еще одну нашу киллер-фичу. Мне потреблялось достаточно много времени. Давайте посмотрим вот сюда. Это танцующий грудь. Если вы выигрываете, он появляется у вас в тайтле. Это, к сожалению, не гиф-анимация, потому что в Google Chrome нельзя гиф-анимация. Запрещена она. Это, короче, бесконечный цикл подгрузки картинок. Очень оптимально. Собственно, давайте перейдем к заключению. Хотел бы поблагодарить весь предварительский состав за проделанную работу. Я думаю, очень много научились. Также поблагодарить Mail.ru, МГТУ имени Баумна, отдельно Александр Чайско и, конечно же, Господа Бога за то, что мы имеем возможность учиться в таком замечательном проекте. Всем спасибо. На это все. Команда Glitchless. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию свою игру под названием Rhythm Blast. Прежде всего, хотелось бы поговорить о концепте нашей игры. Наверняка каждый из сидящих здесь в зале когда-либо играл в игру под названием Arkanoid или ее имитацию. Это очень древняя игра, которая в свое время была очень популярной и даже настолько, что подарила свое название целому жанру видеоигр. И мы с командой решили, почему бы нам не попробовать сделать свою имплементацию такой игры. Собственно, на слайде можете видеть небольшое пояснение, как эта игра выглядит. Сверху есть блоки, которым нужно отбивать какие-то объекты, которые летят в платформу, которую управляет игрок. Итак, сейчас мы вам продемонстрируем, как выглядит наша имплементация. Так же, как в классической версии Arkanoid есть платформа, которую управляет игрок. Нестандартным решением является форма поля. Игровое поле представлено в форме круга, по которому двигается платформа. И она должна отбивать лазеры, которые летят от условного противника, который находится по центру. В классической версии Arkanoid также этого нет. Блоки в данной версии представлены как ХП игрока. То есть игра заканчивается, когда один из игроков лишается всех своих блоков. Соответственно, нужно проявить смекалку и хорошую реакцию для того, чтобы победить противника. Итак, когда вы сформировали примерное представление о том, как выглядит наша игра, хотелось бы сказать о том, о чем мы говорить не собираемся. Не собираемся, потому что в большинстве проектов уже были задействованы те или иные инструменты, которые представлены на этом слайде. Они достаточно распространены и нужны для того, чтобы игра работала. Тем не менее, здесь есть и более специфические инструменты. Они также у нас в проекте задействованы. Но заострить внимание на них мы не будем, а будем на более интересных решениях, о которых расскажет мой коллега Юрий. Спасибо, Михаил. Так, я думаю, все осознали, о чем мы говорить не собираемся. Теперь давайте о том, какие решения стоит обсудить. Собственно, главными можно считать данные три решения в нашем проекте. По одному архитектурное, менеджерское и техническое решение. Первым идет клин архитектура. Мы в процессе разработки бэкэнда решили внедрить клин архитектура, для того, чтобы ускорить разработку фич, которая в итоге ускорилась в два раза, и чтобы мы могли понимать, как внедрить любую новую фичу. Далее про менеджерские решения. Мы в самом начале осознали, что хотим использовать TaskRacker. В итоге пришли к использованию Trello. И это в совокупности с еженедельными этапами команды позволило сохранить достаточно ровное распределение коммитов по неделям в течение всей разработки проекта. Несмотря на то, что как студенты мы не контролируем полностью свое время, и, соответственно, это было достаточно сложно. И третье — это коллизии. У нас в игре, соответственно, есть платформа, и есть лазеры. И нам нужно было подумать о том, как они будут отражаться. Мы поискали готовое решение, нашли 10 библиотек, ни одна из которых нам не подходила. Поэтому мы написали 11, которая нам теперь тоже не подходит. Так вот, собственно, в общих чертах я рассказал, а более подробно о коллизиях и том, какие проблемы мы с ней и как решали, расскажет мой коллега Никита Куликов. Спасибо, Юрий, за рассказ про коллизии. Однако коллизии — это все хорошо, но их пилить сложно, долго и много математики. Никто не любит писать много кода, а нам нужно это будет модуль написать на клиенте и на сервере. Соответственно, для нас решением являлось шаринг кода между клиентом и сервером, а именно Kotlin.js. Стоит заметить, что мы одни из первых в мире использовали эту технологию и нам даже удалось зарепортить несколько багов в официальное сообщество Kotlin, и мы сделали мир Kotlin немножко лучше. Это все хорошо, конечно, коллизии у нас работают, однако если мультиплеер не будет работать, ничего хорошего не произойдет. Поэтому у нас оба клиента, они должны хранить актуальную информацию о положении платформ между собой. Но это невозможно, потому что интернет имеет физические ограничения, поэтому мы использовали интерполяцию данных на обоих клиентах и коммитную систему типа TCP. Еще у нас есть анонимный вход в игру, а также можно пригласить друга по ссылке. Прям кинуть ему ссылку, он сразу попадет в твою игру. Но о том, как это работает на серверах, расскажет Олег. Мы хотели сделать продвинутый такой деплой, поэтому мы использовали Antiball. Он позволяет управлять всеми нашими процессами на нашем сервере и также быстро обновлять приложение из Docker Registry. А также, что нам позволяет Antiball и Docker, что мы можем быстро мигировать сервер на сервер. Например, у нас была такая задача, что мы хотели обновить мультиплеер и решили перенести сервер из Франции в Москву, чтобы был поминч пинг. И нам это удалось и год за полчаса провести все необходимые действия. Так что передаю слово Михаилу. Спасибо. Итак, мы хотим поблагодарить, отдельно поблагодарить нашего замечательного ментора Сашу Цветкова, который направлял нас и поддерживал в процессе разработки, позволил нам сделать игру. И хотим поблагодарить вас за то, что вы пришли и послушали. Пожалуйста, задайте ваши вопросы. Мы будем рады на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.